МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. С вами Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. ВВС Египта нанесли авиаудары по ИГИЛ в Ливии. Либерия открывает школы. Эпидемия Эболы утихла. Италия усиливает меры безопасности на улицах. Египетские ВВС совершили авиаудары по позициям ИГИЛ в Ливии. Атаки поддержали и ливийские военно-воздушные силы. Они стали ответом на убийство группировкой египтян-коптов. Позже власти Египта не исключили, что пошлют для борьбы с боевиками иноземные войска. Египетское государственное телевидение показало видео, запечатлевшее авиаудары по позициям исламского государства в Ливии. Воздушная атака проходила в районе города Дерна. Под бомбёжку попали тренировочные лагеря боевиков, их дома и склады с оружием. Авианалёт египетских ВВС стал ответом Каира на казнь 21-го египтянина-копта. Боевики ИГИЛ обезглавили мужчин за христианское вероисповедание. Кадры с жестоким убийством исламисты выложили в интернет. Ливийские военно-воздушные силы также приняли участие в атаке в понедельник. Командующий ВВС Ливии сообщил, что во время налёта десятки боевиков ИГИЛ были убиты. В то же время всеобщий национальный конгресс, базирующийся в Триполи, осудил воздушные удары Египта. Спикер конгресса заявил, что нарушен суверенитет страны. В Каире тем временем сотни египтян-коптов вышли с протестом против убийства христиан боевиками ИГИЛ. Многие представители этой этнической группы ездят в Ливию на заработки. «Мы хотим, чтобы египетское правительство защитило наших братьев, которые всё ещё находятся в Ливии, чтобы вернуло их домой. Мы хотим, чтобы власти, которым мы платим налоги, защитили нас от терроризма внутри и за пределами Египта. Хотим, чтобы это были действия, а не просто слова». «Всё, что я хочу, это чтобы вернулись люди, находящиеся в Ливии. Это несправедливо, не по-христиански пренебрегать ими, и также не по-мусульмански. То, что случилось, слишком несправедливо. Здесь, в Египте, мы не бедствуем, но есть те, кому не на что жить. Они уезжают на заработки и возвращаются в гробах». Убитые копты-христиане были похищены боевиками в ливийском городе Сирте. Министерство иностранных дел Египта запретило поездки в Ливию и создало кризисный центр, чтобы вернуть домой египетских граждан. Напомним, недавно в Ливии прекратила работу последнее диппредставительство западных стран – посольство Италии. Это произошло из-за ухудшения обстановки в области безопасности. Ранее власти страны объявили о готовности направить в Ливию военный контингент для борьбы с ИГИЛ. Либерия открывает школы после того, как эпидемия Эболы пошла на спад. Учебные заведения в стране не работали шесть месяцев. Десятки школ возобновили работу в Либерии после полугодового перерыва. Их закрывали из-за эпидемии Эболы. В этой стране вирус унес жизни более 3800 человек. При этом полностью с Эболой в Либерии еще не справились. «Если мы будем ждать дня, когда Эбола будет побеждена, чтобы открыть школы, то я не думаю, что мы их вообще когда-нибудь откроем. Даже сейчас я слышала, что началась новая вспышка. Никто не знает, как далеко все зайдет». В Либерии около миллиона детей школьного возраста. Школьников обязывают соблюдать меры предосторожности. В том числе это частое измерение температуры тела и соблюдение дистанции с одноклассниками. Впрочем, не все школы пока открылись. В некоторых не явились на работу учителя, в других – ученики, которых родители боятся отпускать в общественные места. «У правительства свой календарь событий. Им кажется, что они должны действовать таким образом. Мы не можем сомневаться в правительстве. Но я, как человек, чувствую, что это несвоевременно». «Есть такая проблема. Мне кажется, власти поторопились с открытием школ». До 2 марта все учебные заведения Либерии обязаны будут начать полноценную работу, иначе им грозят штрафы. Таково распоряжение Министерства образования. Кстати, пока школы были закрыты, обучение проходило по радио. Тем временем на складе в Монрове сотрудники детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» упаковывают учебные комплекты для учащихся. Их доставят в 4000 либерийских школ. Некоторые дети не могут себе позволить купить даже тетради. «ЮНИСЕФ стремится видеть детей в школах, потому что мы знаем, что пробелы в образовании – это трещины в их будущем. Но это нужно делать безопасно. Эти комплекты помогут обезопасить школьную среду». Соседняя Гвинея открыла свои школы в январе. А в Сьерра-Леоне, стране, где эпидемия Айбулы распространилась наиболее сильно, учебное заведение планирует открыть к концу марта. Улицы и туристические места Италии будут патрулировать тысячи военных. Власти опасаются атак со стороны исламистов. Италия усиливает меры безопасности на улицах страны. Для этой цели дополнительно задействуют 4800 военных. Причина – потенциальная угроза атак со стороны боевиков. Такое заявление сделало Итальянское министерство внутренних дел. Солдаты будут охранять чувствительные места как минимум до июня. Как сообщают итальянские СМИ, около 500 военных будет размещено в Риме, где армейские подразделения уже помогают охранять дипмиссии, столичную синагогу и еврейские школы. Под усиленную охрану будут также взяты основные туристические места, включая археологические памятники. Власти Италии посчитали дополнительные меры безопасности необходимыми после ряда исламистских атак в других странах Европы. Так, на прошлой неделе два человека были убиты в Копенгагене, а в прошлом месяце 17 человек стали жертвами нападений в Париже. По мнению силовиков, Рим под особой угрозой, поскольку в нем находится Ватикан. В прошлом исламистские веб-сайты уже публиковали смутные угрозы в адрес Папы Римского Франциска и Римской католической церкви. При этом, как отметил министр внутренних дел Италии во вторник, нынешнее усиление мер безопасности не является ответом на какую-то конкретную угрозу. Новый президент Хорватии пообещал о стране процветания, а также рабочие места. Свою речь глава государства произнесла после инаугурации. Об этом подробнее. Первая женщина-президент Хорватии Калинда Грабар-Китарович 15 февраля принесла присягу на торжественной церемонии в Загребе. На площади Святого Марка собрались тысячи хорватских граждан, а также иностранные гости. 46-летний политик призвала к абсолютному национальному согласию ради возрождения пострадавшей экономики. «Десятки тысяч молодых людей покидают Хорватию. Большая часть из них – люди с высшим образованием, которые жизненно важны для развития страны. У нас очень негативные демографические тенденции. Как нация мы стареем. Многие компании обанкротились, в то время как другие теряют конкуренцию на рынке. Люди лишаются рабочих мест, семьи остаются без доходов». За шесть лет рецессии уровень безработицы в Хорватии вырос до 19%. Кроме того, граждане страдают от высоких налогов и процветающей коррупции. Государственный долг в 2015 году составит более 80% от ВВП. «Настало время, когда мы для преодоления экономического кризиса должны подняться над индивидуальными и партийными интересами. Пришло время внести вклад в изменение будущего. Мы должны перестать жить над деньги, которые позаимствовали у будущих поколений». Должность главы государства в Хорватии носит в основном церемониальный характер. Однако президент имеет право присутствовать на заседаниях Кабинета министров. Грабар Китарович заявил в ходе предвыборной кампании, что будет использовать эту возможность для решения экономических проблем. В Чили активизировался вулкан. Лава всё ближе к поверхности кратера, и местные жители сидят на чемоданах. Чили в состоянии повышенной готовности из-за вулкана. В кратере Вильярики поднялся уровень лавы, угрожая близлежащим посёлкам, а также туристам. Вулкан Вильярики находится в регионе Арауканья на юге Чили. Его активность возросла 14 февраля. Из огромного кратера вырвался 500-метровый столб газа. «Озеро лавы близко к поверхности. По нашим подсчётам, оно глубиной 100 метров. Учитывая концентрацию газов в этом лавовом озере, оно производит взрывы, и мы видим слабые выбросы рядом с кратером». Туристам запретили подниматься на гору, а жителям близлежащих посёлков рекомендовали на всякий случай быть готовыми к эвакуации. «Жёлтый уровень опасности и предварительное предупреждение от спасателей по-прежнему действуют. Это означает, что сохраняется ограничение на доступ к вулкану на 2000 метров». Последнее крупное извержение Вильярики было в 1971 году. Из кратера вырывались клубы ядовитого сернистого газа. Тогда погибло не менее 15 человек. Далее в выпуске. Один из крупнейших банков мира оказался под следствием. Каковы итоги запрета на импорт продуктов из США и ЕС в Россию? 18-летняя индианка хочет поселиться на Марсе. Китайцы встречают год овцы. Один из крупнейших банков мира оказался под следствием. Его подозревают в том, что он помогал клиентам, среди которых были и россияне, скрыть миллионы долларов грязных денег. Прокуратура Швейцарии провела обыск в швейцарском подразделении британского банка HSBC. Это один из крупнейших финансовых конгломератов мира. Как сообщается, в отношении него началось уголовное расследование. Этот филиал подозревает в том, что он помогал своим состоятельным клиентам уклоняться от налогов и скрывать от налоговых органов свои чёрные счета. Информация об этом появилась в СМИ на прошлой неделе. «В настоящее время мы ищем все данные о счетах и клиентах, которые, как сообщалось, скрывали средства, полученные в результате уголовных преступлений». Прокурор Женевы Оливье Жарно заявил, что виновным в преступлениях по отмыванию денег грозит штраф и заключение сроком до пяти лет. Швейцарский филиал HSBC оказался в центре внимания после того, как его бывший IT-специалист РВ Фальчиани передал информацию об уклонении клиентов от налогов французским налоговым службам. Последние передали эти документы и в другие страны. Впоследствии их получил Международный консорциум журналистских расследований. 9 февраля он опубликовал статью о незаконной деятельности банка, включая то, что он помогал скрывать своим клиентам миллионы долларов. После этого HSBC принёс публичные извинения в нескольких газетах. В то же время представитель организации сообщил, что с 2007 года банк HSBC провёл радикальную трансформацию и позаботился о том, чтобы его услуги не использовали для сокрытия или отнувания денег. В отношении швейцарского филиала финансовой организации ведут расследования Бельгия, Австрия и Аргентина. Отметим, что по данным российских СМИ, клиентами HSBC были многие бывшие российские чиновники, а также высшие руководители финансовых институтов страны. У некоторых из них на счетах было более миллиона долларов. За четыре года гражданской войны в Сирии жители страны не утратили интерес к ювелирным украшениям. Однако золото растёт в цене, и некоторые не могут позволить себе купить даже кольцо. Сирийский город Алеппо когда-то был коммерческим центром страны. И сейчас, несмотря на гражданскую войну, ювелирные украшения пользуются спросом у покупателей. Однако изделия из золота неуклонно дорожают и уже не продаются в прежних объёмах. «Я пришёл сюда, чтобы купить украшения для своей невесты. Но только что я узнал, что цены очень высокие. Этого мы не ожидали, так что наши планы изменились. Ситуация сложная, у каждого ограниченный бюджет. Золото сильно дорожает даже в тех регионах, которые находятся под контролем режима». Ювелиры вынуждены поднимать цены не только из-за дефицита поставок, но также из-за высокого курса доллара. «Четыре-пять месяцев назад дела шли очень хорошо. Но когда доллар пошёл вверх, а цены на золото в районах подконтрольных режима поднялись, это повлияло на нас. Золото начало дорожать. Сначала оно стоило от 6200 до 6800 сирийских фунтов. Теперь стоит 8000. Поэтому люди покупают серьги и кольца. Но не берут ожерелья. А что могут купить те, у кого зарплата 20-25 тысяч? Они не могут купить даже кольцо». Объём продаж ювелирных изделий также зависит от времени года. «Спрос на золото среди населения хороший, однако не такой большой, как летом. Зимой спрос падает». Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. С одной стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и лояльные башара осаду вооружённые формирования, а с другой – повстанцы. Каковы итоги запрета на продукты из США и ЕС и насколько успешна программа импортозамещения? Наши корреспонденты разбирались, как изменился ассортимент на полках магазинов и почему растут цены на товары российского производства. Полгода с начала действия эмбарго. Запрет на ввоз ряда продовольственных товаров из США, Европы, Канады, Австралии и Норвегии Россия установила в начале августа. С тех пор доля продуктов отечественного производства на полках выросла лишь на 2-10%. Производственные предприятия не строятся за 6 месяцев. Всё, на что мы могли рассчитывать полгода назад – это на быстрое введение в действие свободных производственных фондов, на их дозагрузку за счёт повышенных заказов от российской торговли в результате санкций. Представители торговых сетей заявляют, ассортимент в магазинах уменьшился, но не оскуднел. Оборот восстанавливают за счёт поставок из Африки, Азии, Латинской Америки. Между тем, уже весной проявится нехватка свежих овощей и фруктов. Зимой, в январе месяце, практически мы заканчивали продавать капусту, например, местного производства. Компенсация происходила за счёт поставок из Польши и Голландии. Сейчас такого канала у нас нет, как вы знаете. С другой стороны, существуют некоторые барьеры, то есть с южного направления не всегда транспортные потоки могут быть хорошо организованы. Однако уйти от импортозависимости полностью в нынешних условиях невозможно. Семена, удобрения, техника – всё это закупается преимущественно в Европе. Так, большинство производимых в России товаров в цене имеют большую привязку к курсу валют. Зачастую мы слышим, что «ну как же так? Это же российские свинины, российское мясо птицы. Почему они растут в цене?» «Хотел бы обратить внимание, что очень многие составляющие себестоимости всё равно так или иначе привязаны к мировому рынку и к валютам. Начиная с зерна, которое абсолютно биржевой товар, и зерно подорожило в два раза, а в кормах на зерно приходится 50%. Эмбарго – ответ на санкции, введённые Евросоюзом и США в отношении России из-за военных событий на востоке Украины. Запрет на импорт заканчивается в августе. Дальнейшего его продления чиновники не прогнозируют. Всё зависит от геополитической ситуации в мире. 500 тонн апельсинов пустили на ветер в одном из итальянских городов. Там состоялись традиционные бои с цитрусовыми. Давайте посмотрим. Сотни жителей города Иврея на севере Италии приняли участие в исторической битве. Правда, вместо доспехов и мечей они вооружились апельсинами. На это ежегодное мероприятие приезжают сотни человек. Участники одеваются в средневековые костюмы и бросают с движущихся платформ тысячи цитрусовых. Остальные собравшиеся отвечают им тем же. Легенда гласит, что в XII веке дочь местного мельника отказала городскому лорду. При этом она обезглавила его и освободила народ от тирании. В 30-х годах прошлого столетия местные девушки начали бросать апельсины и конфетти в проезжающие мимо их балконов карнавальные платформы. Таким образом привлекаем внимание мужской половины. Юноши бросали апельсины им обратно. Со временем древняя легенда наложилась на эту традицию. Так зародились бои. При этом апельсины символизируют отрубленную голову городского велиможи, а само действие – борьбу за свободу. «Для этого нужна сила воли. Пусть даже не все с этим согласны. Особенно с такой погодой нужна большая сила воли». «Как только начинаешь, пути назад нет. Ты на самом деле втягиваешься и уже не представляешь карнавал без швыряния апельсинами». Для мероприятия из Сицилии привозят около 500 тонн апельсинов. Принять участие в боях может любой желающий, записавшись в одну из девяти команд швырятелей на земле или присоединившись к участникам на движущихся платформах. 18-летняя индийская студентка успешно преодолевает отборочные туры, чтобы стать участницей исторической миссии «Полета на Марс» с целью основать там колонию людей. Она говорит, что это ее заветная мечта. Шарадха Прасад – 18-летняя студентка из города Каимбатур на юге Индии. Впрочем, девушка считает, что ее место не здесь, а на неизведанной красной планете за тысячи километров отсюда. Она всеми силами пытается осуществить свою мечту – попасть в состав группы, которая полетит на Марс и организует там первую колонию людей. Mars One – это частный голландский проект. В 2013 году в рамках него начался международный отбор кандидатов. Шарадха уже успешно преодолела три этапа отбора. Остался последний, четвертый. Помимо нее в финал вышли еще два индийца. «Впервые я услышала об этой миссии в июле 2013 года. Я хотела подать заявку, но на меня стали давить со всех сторон, чтобы я этого не делала, поскольку это, похоже, очень опасная миссия. Но я все равно решила это сделать». Всего в финал вышло 100 претендентов. Их число скоро сократится до 24. Позже в этом году начнется их психологическая подготовка. В итоге выберут четырех победителей. Просад надеется стать одной из них. «Я прошла все туры. Их было три. Я преодолела их все. И я очень счастлива, что прошла так далеко». Вылет на Красную планету намечен на 2024 год. Это будет путешествие в один конец. 19 февраля наступил Новый год по китайскому календарю – Год овцы. В Китае, а также во многих других странах Азии состоялись фейерверки и праздничные гуляния. В Китае начались празднования по случаю китайского Нового года. В ночь со среды на четверг небо Пекина озарил фейерверк. Впрочем, в этот раз он оказался не таким грандиозным, как в прошлые годы. Власти мегаполиса считают, что пиротехника ещё больше загрязняет и без того плохой воздух над столицей. Огненное шоу было скромным. Кроме того, ограничили продажу петард и салютов для населения. Этот древний колокол находится в центре Пекина. Когда-то любой желающий мог в него ударить, чтобы отогнать злых духов и привлечь удачу. Теперь же этим занимаются специально нанятые люди. В новогоднюю ночь звучит 108 ударов. Считается, что это число счастливое. По китайскому календарю завершился Год лошади. Ей на смену пришла овца. «В Год лошади произошло много инцидентов. Пропажа рейса MH370 в малазийских авиалинии и другие авиакатастрофы. В Год лошади было много катаклизмов и катастроф. Я надеюсь, что этот Год овцы будет мирным, что на земле будет прогресс в области мира». Тем временем в Тайване сотни человек пришли в тайбейский храм Луншань. В первый день Нового года они жгут ладан и молятся, чтобы попросить достатка и удачи, здоровья и мира. В качестве подношений приносят фрукты. Они символизируют жизнь и новое начало. Этнических китайцев в эти дни также можно будет увидеть в храмах Малайзии и Индонезии. На Филиппинах в китайском квартале столицы в этот день было шумно и празднично. Здесь взрывали фейерверки и исполняли традиционные танцы дракона и львов. Считается, что они тоже отгоняют злых духов и приносят удачу. Подобное шествие состоялось также в столице Мьянмы. В Китае официальный праздничный сезон завершится 24 февраля. Охотники за северным сиянием снимают фильм. Два документалиста обосновались на краю земли в Норвегии в поисках лучших видеокадров. Задача не из простых. Давайте посмотрим. Эти ребята называют себя охотниками за северным сиянием. Последние три месяца документалисты Пауэл Лунш и Франциско Матос проводят в одном из самых северных мест мира, где еще живут люди. Архипелаг Шпицберген в Норвегии. Их цель – снять высококачественный документальный фильм о полярном сиянии. «Это огромное танцевальное шоу. Можно просто лечь и часами на него смотреть, как будто входишь в транс. Это очень красиво. Я постоянно на улице и жду его, потому что его сложно предугадать. Иногда даже шея болит от того, что постоянно смотрю в небо». Большинство ночей документалисты проводят с камерой в горах. На снегоходах они добираются до пустынных мест, где не мешают городское освещение. Порой дорога занимает несколько часов. Оборудование должно быть настроено заранее. Нужно еще избегать белых медведей. Есть и другие сложности. «Обычно нужно уходить далеко от города, в горы, и нужна камера, чувствительная к слабому свету. Еще нужна хорошая экипировка, потому что в регионах, где можно видеть северное сияние, очень холодно. Температура может опускаться до минус 35». Лучший период для съемки – полярная ночь. Она здесь длится с конца октября по март. Северное сияние возникает в результате того, что большое число частиц от взрывов на Солнце сталкивается с магнитным полем Земли. Это происходит на высоте около 100 километров. «Я очень хочу сделать фильм, который посмотрят люди по всему миру и лучше поймут, что представляет собой северное сияние. Это явление – феномен, который вживую имеет возможность видеть лишь небольшое количество людей». Лучше всего полярное сияние наблюдать за северным полярным кругом. Но его также видно в южных районах Гренландии и Исландии, на севере Норвегии и к северу от Сибири. Зоны северных сияний увеличиваются во время геомагнитных бурь. В такое время при хорошей погоде это явление можно увидеть даже в Москве. Свой фильм документалисты обещают выпустить в 2017 году. Называться он будет «Зеленые небеса». Наш следующий сюжет о петербургском кавалеристе, который почти полностью ослеп, но крепко держится в седле. Как ему это удается, смотрите далее. Михаил Клигман – кавалерист. В четыре года дед посадил его на лошадь, и более полувека Михаил с ними не расстается. Недавно он потерял зрение, видит только на расстоянии вытянутой руки. При этом без страха скачет голопом на норовистых лошадях. Михаил на коне в совершенстве владеет с двух рук – шашкой, пикой и нагайкой – всем необходимым кавалеристу оружием. Знает о лошадях практически всё. Я без них в принципе не могу, хоть я в принципе сейчас фактически слепой после всех своих перипетий. Я сажусь на лошадь и еду. Я её сначала почувствую, хоть это жеребец, хоть кобыла. Михаил без поводыря через весь город едет на конюшню. Сегодня он помогает в конно-спортивном клубе под Петербургом. Такой маникюр – занятие непростое. Одних знаний тут мало. Нужен особый индивидуальный подход. У меня в руках глаза. Расчистка копыт. Я глазами не вижу, но чувствую руками, потому что опыт есть опыт. Здесь в клубе дорожат многолетним опытом кавалериста, его способностями понимать поведение и характер лошадей разных пород. Хотя Михаил Яковлевич видит слабо, но различает питомцев клуба по голосам. Он перемещается в пространстве. Он никаких помощников себе не требует. Он на коне, которым другим не подсил, легко ездит вверху. То есть он вышел за пределы, в принципе, человеческих возможностей. И это главное, на самом деле, для чего он здесь нужен. К нему идут за советами по любым вопросам, начиная с «как содержать и ухаживать» и заканчивая «как подковать». Как правильно запрячь лошадь? Под каким углом должно быть оглобля, чтобы лошадь быстрее бежала и легче, и дольше, и не уставала? Человек, который чувствует лошадь, чувствует других людей. Будучи инвалидом по зрению, он берет копыто в руку, и копыто начинает становиться здоровым. Все получается хорошо. Поэтому такие люди нужны. Михаил Клигман мог управлять и тройкой, и четверкой лошадей. Работал тренером и даже консультантом на съемках в кино. 15 лет был на Ленфильме специалистом по лошадям. И сейчас кавалерист чувствует, что нужен всем. Тропический сухой лес в Эквадоре окрасился в ярко-желтый цвет. Такое явление здесь бывает только раз в году, когда цветет табибуя. Ещё не закончился сухой сезон в Эквадоре, а спящий лес в провинции Лоха уже почувствовал приближение весны. Голые безлистья в деревья накинули на себя ярко-желтые попоны. Так цветёт табибуя, и этот уникальный пейзаж увидишь здесь лишь раз в году. «Цветущие деревья табибуя – это символ необычайной красоты природы и её великого наследия в провинции Лоха. Они – часть сухого леса площадью 40 тысяч гектаров, который был объявлен биосферным заповедником для сохранения биоразнообразия региона». Древесина табибуя отличается долговечностью, поэтому деревья раньше вырубали в большом количестве. Растение оказалось под угрозой исчезновения, и власти Эквадора взяли табибую под защиту. «Это так восхитительно. Прежде мы действительно не ценили их. Но примерно три года назад мы начали защищать этот лес, а не уничтожать его, как раньше. Предыдущее поколение вырубало деревья, потому что не было других заработков». Полюбоваться дивным цветением табибуи приезжают туристы из разных стран. «Это и правда красиво. Цветение изумительное. Приезжаешь из Сапатиле в этот сухой лес, где всё серое, и вдруг видишь эти прекрасные жёлтые цветы». Цветы табибуи не только радуют взгляд, но и приносят пользу. Они богаты витаминами, поэтому опавшие лепестки съедают животные. «Когда табибуя отцветёт, лепестки станут кормом для коз, ослов и крупного рогатого скота. После такой трапезы коза даёт больше молока». Лес табибуи расположен на юге Эквадора и произрастает на высоте 300 метров над уровнем моря. Во время цветения этих уникальных деревьев эквадорцы устраивают праздничные торжества, которые также знаменуют начало посевного сезона. Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости смотрите ежедневно на сайте antidtv.ru. Всего доброго! Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова